приветствую тебя дорогой зритель сегодня у нас на обзоре бюджетный смартфон от бренда юми диджи очень бюджетного но интересного по-своему интересного смартфона а 7 с есть разные варианты и а 7 pro и просто а 7 у нас с приставкой с спонсором данного видео является магазин ben good прислали его для обзора эту модельку и я честно без всяких предвзятых может быть чьих-то мнение что нам кто-то за это платит чтобы мы его как-то расхвалили нет нам просто прислали товар в целях сотрудничества и мы сделаем полноценный обзор и так что известно об этом смартфоне на сайте ben good сейчас самая низкая цена 73 87 это цена за эту модель у которой 2 гигабайта оперативной памяти 32 встроенных 4 150 аккумулятор есть тройной слот 2 для сим-карты и 3 для карты памяти у него три модуля камеры которые работают к моему удивлению и что интересно у него есть еще измерение температуры как предметов так и человеческого тела давайте будем знакомиться с этой моделью посмотрим комплектацию и я поделюсь своими впечатлениями от использования данной модели эта модель доступна в трех цветах серый хотя на вид он как черный небесно-голубой и зеленый в комплекте мы получаем смартфон на который одет силиконовый чехол этот чехол выполнен из тонкого силикона полностью прозрачный соответствует всем вырезом на экране смартфона наклеена защитная пленка и я заметил что во время использования она не сильно спешит царапаться значит она хорошего качества в упаковке мы получаем конверт с инструкцией и скрепка для извлечения лотка sim-картой фирменный блок питания и кабель и примечательно что блок питания у нас на 5 вольт всего лишь один ампер а вот кабель usb type-c очень хорошо обратите внимание что корпус хотя и пластиковый но имеет вот такую вот в полосочку поверхность по сути матовый и это очень хорошо не собирает отпечатки пальцев рядом находится модуль модуль у данного смартфона конечно же будет выпирать и обратите внимание что здесь три камеры 8 мегапикселей основной 13 и вспомогательный 2 рядом же располагается вот в этом месте термометр инфракрасный термометр и здесь находится вспышка эта вспышка имеет два светодиода вот так сбоку отчетливо видно один находится здесь другой здесь очень яркая вспышка и светит хорошо сверху смартфона над экраном располагается разъем для наушников три с половиной слева от экрана лоток для трех sim-карт без всяких прослоек без силиконовых прокладок ничего здесь нет поэтому будьте осторожны чтобы ничего туда внутрь не попало немного ниже лотка sim-картами располагается программируемая кнопка ее можно запрограммировать на любую программу или же здесь уже предустановлено вот сейчас по двойному нажатию если нажать специальная программа зелу или push to talk то есть с ее помощью вы можете отправлять быстрое голосовое сообщение тем кто знаком с этой функцией это можно делать вот таким вот способом зажали отправили и человек уже слушает информацию от вас также можно запрограммировать ее на другое приложение или же например по долгому удержанию включается вспышка но есть один минус сейчас отключу вспышку точно так же эта функция работает на данном смартфоне только когда разблокирован экран если сейчас вот я нажимаю ничего не происходит нужно разблокировать экран по моему лицу произошла разблокировка и теперь нажимаю теперь работает я думаю что это своего рода минус так как это горячая все-таки клавиша должна работать и в заблокированном состоянии настроить эту кнопку можно в настройках телефона справа от экрана качелька громкости кнопка питания внизу микрофон гнездо для зарядки usb type-c и 5 отверстий для динамика тесты динамика дальше вы услышите оставайтесь все протестируем экран у нас каплевидный сверху камера над камерой располагается на срезе динамик сетка разговорного динамика и здесь видно вот вырез на пленке это у нас датчики индикатора уведомлений у данной модели нет диагональ данного экрана 6,53 дюйма экран hd plus по стандарту 20 на 9 и с разрешением 1600 на 720 пикселей передняя камера на 8 мегапикселей зайдя в раздел о телефоне можно увидеть информацию 2 гигабайта оперативки 32 встроенных android 10 что очень хорошо и современная стандартная нормальная на русском языке меню как вы видите включена темная тема есть и защита глаз есть и управление жестами или же можно переключить на кнопки как сейчас у меня и хотя в нем нет сканера отпечатка пальцев но есть разблокировка по лицу я вам уже ее немножко демонстрировал включаю видит мое лицо и разблокируется скорость конечно же очень небольшая но тем не менее срабатывает теперь давайте немножко поговорим о инфракрасном термометре или такой себе пирометр то есть мы можем измерять температуру чтобы его запустить можно это сделать через специальное меню в разделе инструменты вот он здесь термометр либо можно нажать один раз кнопку для измерения температуры запускаем запущен и сейчас у нас меню на английском языке внизу мы выбираем что меряем температуру тела человека а это если мы хотим измерять температуру объектов а здесь история моих замеров прежде чем сказать как это происходит хочу сразу предупредить что надеяться на него не стоит но все-таки под рукой вас он может выручить для примера я буду сравнивать с пирометром более серьезным запускаем режим измерения объектов то есть поверхность допустим поверхность вот нашей упаковки 24 и 1 вот в это место 24 и 0 вот даже и теперь подношу и измеряю 23 и 9 еще раз 23 и 9 ну примерно 0,1 0,2 десятых идет погрешность но обратите внимание что нужно как здесь и указано измерять на расстоянии 1 3 сантиметра давайте замерим вот эту площадь 25 и 3 25 и 4 практически идеально но это когда измеряем поверхность если же мы хотим переключиться на измерение тела человека то тогда переключаемся на человечка берем уже другой прибор для измерения температуры человеческого тела потому что этот у нас для бытовых используем а этот уже измеряем температуру и меряем температуру вот здесь 35 и 9 точно также берем 1 7 35 и 3 немножко расхождения есть но суть вам понятно можно просмотреть историю и узнать по крайней мере если вдруг под рукой нету нормального градусника а тем более если нету допустим ртутного то тогда этим можно подстраховаться если уже видим что температура у человека поднимается и или же у ребенка то тогда используем уже более серьезный градусник чтобы точно измерить температуру человека максимальная температура измерения объектов 60 градусов человеческого тела 42 теперь поделюсь впечатлениями от тестов в программе antutu benchmark показатели очень низкие 47 055 потому что должны быть около 60 с чем-то но почему не 67 там допустим а 47 потому что отказывается в этой программе проходить тест по графике графику пропускает и идет дальше тестировать поэтому он не честный и добиться лучшего результата у меня не получается но зато эта программа нам поможет увидеть другие параметры данного смартфона к примеру версию процессора mt6737 это четырех ядерный процессор с частотой разгона 1248 очень очень бюджетный и это влияет на шустрость работы вот бывает запускает что-то он не совсем быстро это делает то есть нужно еще подождать поэтому для современной молодежи для современных людей он будем говорить так медленоватый а для тех кто вообще не имел раньше никакого смартфона но хочет чтобы например сын хочет подарить маме хороший надежный смартфончик то вот как раз здесь есть все с большой батареей две сим-карты большой экран и сейчас мы проверим еще другие функции экран поддерживает 10 касаний и плотность пикселей экранов 269 dpi прием сигнала вай-фай отличный добивает даже с соседнего дома графики me и работает на диапазонах 24 и 5 гигагерц версия bluetooth у нас 4.0 и установлена 11 датчиков везде где есть отметка какого-то бренда это и есть датчик например я заметил что есть магнитометр а это значит что он имеет встроенный компас все верно правда он какой-то слегка такой себе немножко божевильный на украинский мове сумасшедший да потому что вот вы его слегка вращаете он вам как будто рядом здесь очень много магнитных полей да так показывает поэтому надеяться на него вряд ли можно то есть его цель наверно совсем в другом за минуту примерно да вот он пока мы запустили это был первый запуск теста gps он увидел 9 и использует уже 7 спутников какие это у нас просто gps он не поддерживает какие-то другие спутники также по традиции давайте проверим диктофон выбираем голосовое качество установлена высокая и нажимаем запись всем привет тестируются смартфон юми диджи а 7 с от магазина пинкут это у нас тестовая запись и мы хотим проверить качество микрофона 1 2 3 4 немножко ближе 1 2 3 4 5 все что вы слышали было записано на этот диктофон оцените качество и за труды не забудьте поставить лайк давайте запустим камеру я уже ее протестировал и в дневное и в ночное время фото и видео вот например подстраивается автофокус снимок в помещении и теперь убираем ставим наш цветок конечно же искусственный это много спрашивают что это у вас за растение тоже делаем снимок камера ну видно прям бывает иногда так подтормаживает видите вот слегка подергивается но для бюджетника нормально в итоге снимки мы получаем шикарные я бы даже сказал что при хорошем освещении очень хорошо внизу еще и есть имя модели в настройках видео снимает максимал очку сейчас вам покажу у нас максималка как спереди так и сзади 1200 на 720 у камеры есть отдельно широкоугольный объектив нажав на который включается совсем другой обзор уже без автофокуса как экшн-камера но качество прекрасное отключаем его здесь и есть режим еще портрета режим портрет работает только задним модулем камеры с передним нет такой возможности эффект бога вы увидите в тестах и оцените качество картинки в настройках видео можно включить режим цифровой стабилизации но остается желать лучшего поэтому еще хуже качество становится цифровая есть цифровая лучше конечно же оптическая установить одну из простых таких игр которая весит около 300 мегабайт мы сами сможем сейчас посмотреть как он справляется слабенькими играми но хочу вам сказать что этот смартфон мощной игры тянуть не будет простыми играми он однозначно будет справляться а вот с играми где сложная графика то может и будет играть но на самых минималках кстати вы обратили внимание на громкость звучания динамика ну давайте мы это вместе сделаем в программе zedge для тестов звука которую я обычно использую звук установлен максимальный запускаем качество звука для бюджетника ну просто отличный вот не хватает низких кажется но по громкости очень хороший для бюджетника просто отличный звук порадовал тест аккумулятора 450 заявлено производителем а по тестам выдал 4 253 отличные показатели а если вы хотите узнать сколько он продержался от 100 до 0 процентов онлайн видео просмотры на youtube то смотрите здесь видео в подсказках кажется пришло время подвести итог но прежде чем мы это сделаем подмечу еще несколько его возможностей например зайдя в youtube в разрешение можно увидеть что поддерживает просмотр видео 720 на 60 кадров давайте установим максималочку и посмотрим как он себя ведет характеристики понятно и на английском языке здесь изображены какие где кнопки что она умеет и самое главное ее характеристика подвисает вините внешний вид и потом расскажу о ее возможностях и так сама блютуз колонка имеет вроде сейчас нормально стала форму такой себе бочонка поэтому если слегка будет какие-то подвисания учтите что это связано с его но не сильным производительным процессором и графическим модулем также хочу показать максимальную яркость и минимально это у нас максималочка хорошо все видно вот минималка но хотелось бы получше потому что если отключить темную тему то достаточно яркий еще экран но для бюджетника это терпимо думаю что вы оцените труды лайком сейчас будут тесты видео и фото с этой камеры с этого смартфона и если у вас будут вопросы задавайте пишите я буду рад вам помочь ну а также поделиться думаю вы захотите если приобрели этот смартфон своим личным мнением пишите до встречи всем хорошего дня тесты фото и видео пока тестируем задний модуль камеры это у нас банка только что на не проводил примеры тестов вот такие вот примеры видео теперь на курочку нашу цепа привет их красавица звук вы тоже слышите который тут у нас по с дворе происходит 1 2 3 4 5 автофокус подстроился убрали перенастроился здесь наш прекрасный прекрасный друг ну и теперь передний модуль камеры еще продемонстрирую какой угол обхвата у обычной камеры у основного модуля и если с этого же места снимать включив широкоугольный вы сейчас увидите какой будет угол обзора здесь совсем другой угол как на экшн камере и съемка ну реально захватывает все пройдемся 1 2 3 четко все видно время ну кажется нет автофокуса или я ошибаюсь ну по моему все есть все четко все настраивается отлично передний модуль камеры записывает 1 2 3 4 5 против солнца иду ну точнее снимаю а теперь за солнцем на меня светит качество картинки звука 1 2 3 4 5 тестируется телефон юми диджи а7s оцените и вы качество видео и звука напишите что думаете кстати снимает с разрешением 720 не более ночные тесты стоим под фонарем давно не гуляли вместе с валюшкой привет это камера передняя тесты полностью ночное время сейчас 10 часов вечера даже уже начало 11 а вот там сзади виднеется дым луна ну ночные тесты тоже должны были вам показать теперь задний модуль времечко у нас 24 10 24 так фокус тут играется ночью не может сфокусироваться вот тут вот может быть час настроиться до настроился ну и ночные тесты задней камеры на белом цвете свет хорошо отражается вот еще котяра побег там зерно и он пошел за мышками и крысяками ну а теперь фотографии всем хорошего вечера или время сфоку так вот Продолжение следует... Продолжение следует...